Я Копченов Александр Николаевич, проживая в Энгельсе, был другом семьи Журик и естественно из-за этого как бы на доверии финансово помогал младшему Журику в его это непосредственно коммерческой деятельности, занимал ему периодически деньги Впоследствии он мне задолжал большую сумму денег и все мотивировал, что если что у него не получится он рассчитается со мной квартирой, которую ему подарил отец Когда сумма выросла, я не стал ему доверять и попросил его, чтобы мы оформили это все официально в рекпалате Когда мы обратились в рекпалату, выяснилось, что квартира находилась в залоге в банке потребительском Тогда я наложил арест на квартиру После этого появилась его мама у меня дома, Татьяна Владимировна Журик Со слезами то, чтобы я снял арест квартиры Якобы там живут квартиранты и готовы купить квартиру Она, значит, мне говорила, мотивируя тем, что продаст квартиру за 4 миллиона денег И со мной начнут рассчитываться, потому что у меня была значительная сумма долгов в Вале передо мной Но один был нюанс, что квартира находилась в залоге у потребительского общества и моим арестом Она у меня попросила 2 миллиона 400 денег взаймы, чтобы выкупить эту квартиру непосредственно в банке Потом она продает эту квартиру господину Харламу, который жил у нее на квартире, там снимался Он собирался купить ее за 4 миллиона И она собиралась мне вернуть 2 миллиона 400, которые я ей должен был дать И еще плюс 1 миллион 600, которые непосредственно она получила бы выгоду с продажи квартиры Я ей дал 2 миллиона 400, она написала мне расписку Обещала через 2 недели со мной рассчитаться Потом выяснилось, что банк квартиру забрал Она со мной не рассчиталась, он со мной не рассчитался Они меня кормили завтраками, что завтра, послезавтра им с Москвы кто-то из родственников даст денег Но деньги они так мне и не отдали Естественно, я подал эти все заявления в суд Вот у меня скоро состоится суд непосредственно с Татьяной Журик И непосредственно с Валентином у меня 2 суда прошли, где, естественно, я выиграл Но он находится в бегах Я подавал неоднократно заявление вместе с рядом обманутых кредиторов Чтобы эти дела производства объединить в одно Но получаем естественный отказ Поначалу у нас нашими делами занимался какой-то участковый Передавали то одному, то другому, то третьему Сейчас вот в конечном итоге, насколько мне известно, следственное управление решило заняться этим делом После того, как я непосредственно обратился в приемную к Володину Чтобы он посодействовал в решении данной ситуации Чтобы ее как-то разрулить Потому что все стоит мертвым грузом И никуда-никуда никаких движений нет Впоследствии я узнал, что кроме меня Журик Валентин обещал эту квартиру И мама в том числе многим кредиторам Я не знаю, квартира безразмерная, что ли Рассчитаться за эту квартиру Но, естественно, никто не рассчитывался Мама сейчас ни с кем не общается Перекрылась, на связь не выходит Потом выяснилось, что у них также прошла афера невестки То бишь жены Валентина Виктория Они продали Фомину, непосредственно машину Которая тоже была в банке заложена Его об этом не оповестив Сейчас тоже идут судебные дела Ну, где-то за год, за полтора Семья Журик совместно с мамой и Валентином Задолжали мне в пределах 7,5 миллионов денег Которые, естественно, я думаю, что я их не получу Вот, сейчас мама в суде апеллирует, что якобы она была невменяемой Расписку написала вместо сына Эта расписка была написана летом На нее заявление я подал в суд в декабре До этого никаких решений у нее не было Никаких жалоб не было по этой расписке Потому что деньги не отдавались А после того, как я подал заявление в суд Начали всякие мотиверикации, что якобы под угрозой Она за сына написала эту расписку Сейчас ищет всякие препоны, чтобы со мной не рассчитываться Я обращаюсь непосредственно от себя и от инициативной группы кредиторов Ну и, конечно, огласку получил этот непосредственно скандал в городе Город все-таки небольшой Обращаемся к губернатору, господину Радаеву И непосредственно в нашу областную думу Как может занимать должность обмуцемена по правам человека Человек, который своим авторитетом помогал занимать деньги своему сыну Где обмануты десятки граждан Получены десятки миллионов рублей И возврату никто не видит Это вот сейчас у судебных приставов более 12 исков, которые прошли в суды Мама содействовала ему и покровительство в получении непосредственно Я так узнал, что это этих денег Сама, будучи должником банка Быстро Деньги Она обещала людям рассчитаться Сама непосредственно как бы являясь должником ряда банков Прошу рассмотреть в вопросе ситуации Соответствует ли она вообще своей должности обмуцемена Саратовской области И кто после этого к ней будет обращаться с просьбами Или какими-то жалобами или ходатайствами Если она работает только на свою семью Я Гафуров Эльдар Равильевич Учился с Валентином Журиком в институте 5 лет Саратовской государственной академии права С ним были в хороших отношениях что в институте, что после И он неоднократно обращался ко мне за финансовой помощью Никогда проблем с возвратом денежных средств не было Но в 2018 году он занял у меня полтора миллиона рублей И обещал отдать их через год После прошествия того времени, когда он должен был отдать денег Он перестал выходить на связь, пропадать Ну, периодически выходил Но, тем не менее, денежные средства не возвращал В сентябре 2019 года он перестал вообще выходить на связь И скрылся с радаров, скажем так Когда я передал ему данную сумму Мы с ним оформили нотариальную расписку И подписали договор займа По которому он должен был мне отдать деньги в июне 2019 года Появляясь на связи Валентин обещал в скором времени отдать деньги После продажи квартиры и автомобиля Но, как в дальнейшем оказалось, квартира находилась в залоге у банка А машина, также находившаяся в залоге у банка Была оформлена на его супругу Викторию Журик В дальнейшем, когда связывался с Татьяной Журик Она также неоднократно убеждала меня Что после продажи квартиры все деньги мои будут возвращены Однако, также оказалось, что данная квартира была обещана также другим кредитором Которым Валентин должен был крупной суммы денег И как в итоге оказалось, что их больше 10-15 человек После того, как Валентин перестал выходить на связь Я обратился к его маме Татьяне Владимировне Журик Которая неоднократно обещала мне помочь Вернуть денег Связаться с Валентином Говорила, что он все отдаст Также потом она перестала выходить на связь В феврале 2020 года Мы с другими кредиторами Журик Валентина Обратились в ГУМВД По Саратской области Но, тем не менее До настоящего времени Никаких процессуальных решений принято не было Уведомлений никаких мы не получали В связи с этим хочу обратиться к прокурору Саратской области И начальнику ГУМВД по Саратской области Взять под личный контроль данное дело Объединить наши заявления Возбудить дело И дать процессуальную оценку Вышеназванным товарищам Я Хайрулинов Ирлан Познакомился с Журиком Валентином Несколько лет назад На свадьбе общего друга Валентин со временем Успел войти в доверие Но, как оказалось У него это неплохо получается В период нашего общения С Валентином Он неоднократно обращался ко мне За финансовой помощью Изначально суммы Были незначительные Но в процессе суммы росли Неоднократно Он обращался ко мне За финансовой помощью В течение всего этого времени Сумма занимаемых денег Росла Брал деньги Ну и по обещанному Отдавал точно в срок Практически день в день Ну до определенной поры Пока я так Как мы поняли У него не возникли Так же финансовые трудности Как позже Узнали Что у него есть Помимо нас Так сказать долги В прошлом году Летом Точнее С июня По август Он занял у меня Порядка Полутора миллионов рублей И пропал Но перед его трудностями Он успел написать Нотариальные расписки Даже привез мне Поручительство От его мамы Журика Татьяны Владимировны После того как он пропал Мы обращались К ней Она пообещала Рассчитаться С долгами В ближайшее время В счет продажи Квартиры Автомобиля Но как оказалось И квартира И автомобиль Были в обременении У банков Прошло еще Какое-то количество Времени Мы обратились Повторно к ней Даже встречались Созванивались Но Татьяна Владимировна Нам Сказала Не нужно было давать Что Так сказать Отрицала Спустя какое-то время Уже В декабре Того же года Я подал заявление В МВД По факту мошенничества Журика Валентина Викторовича И Журика Татьяны Владимировны Позже Я подал заявление В прокуратуру Уже В феврале Следующего 2020 года Ну Ответов Так я И Не услышал От наших органов Я и другие кредиторы Обращаемся К начальнику ГОМВД Трифонову И прокурору Саратовской области Филипенко Взять под личный контроль И Предпринять Какие-то меры По привлечению Этих лиц К ответственности Трифоновой Какой-то меры Позже Какой-то меры